Всем привет! Сейчас хочу попробовать такой вот творожный сыр Хохланд, творожный с грибами. Я уже как-то пробовал, вот тут новинка написанная, он недавно появился у нас в магазине. Я его не сразу купил, я уже как-то пробовал творожный сыр, но он был обычный. Не помню, как он назывался. Сливочный, по-моему. Вот, сливочный. Мне он очень понравился. Я на него делал обзор уже, видео на моем канале. Вот, на вот этом есть. И сейчас другой вид, это с грибами. Значит, я точно не помню, но по-моему там был еще какой-то вид, но по идее он должен быть с ветчиной, потому что обычно сырки, они... Любой сыр взять, вот виола, президент, вот этот Хохланд, любой. Стандартные три вида есть всегда. Это сливочный, с грибами и с ветчиной, вот. Но чаще всего они попадаются в ассорти, например, виола там ассорти. Например, два сливочных, два с ветчиной, два с грибами и так далее, вот. Но отдельно с грибами виола тоже есть, но он редко мне встречается, вот. Короче, разные виды, вот. И вот этот, значит... Но творожных сыров вот этих ассорти я не видел. Я видел только отдельно сливочный, ветчина, по-моему, была... Ну, точно не могу сказать, но вот грибы, вот. Сейчас давайте попробуем с грибами. Вот. Мне тот сыр обычный очень понравился. И я ожидаю то, что этот с грибами мне тоже понравится, вот. И в следующий раз, я когда пойду в магазин, я куплю обязательно следующий вид. Там какой, с вечной или может быть какой-то еще будет, не знаю. Но я хочу с ветчиной попробовать дальше, вот. То есть даже если будет какой-то другой вид, то я по-любому обязательно ветчину куплю. Потому что мне вот интересно, как бы по очереди их все попробовать, вот. Открываем коробочку и видим, тут у нас лежат сырки. Достаем один. Иногда они делают какие-то акции, там если достать сырки, там внизу что-то может быть написано. Но тут ведь пусто, тут ничего нету. Тут они все стандартные, по 8 штучек, треугольненькие, по 17 грамм. Вот. Значит, я обычно сыр ем с хлебом. Бутерброды делаю с хлебом, с колбасой. Любая колбаса, с салями, с радиолатами, все равно. Вот. Любую колбасу люблю, любой сыр. Вот. Сейчас я его просто так попробую, да, дам оценку, как бы обзор сделаю. Вот. А потом я уже себе сделаю кофе, налью, бутерброды сделаю. И буду уже есть с бутербродами. Вот. Так вот открывается он. Виола по-другому немножко открывается. Виола, ну, в общем, они все делают, производители все делают по-разному. Вот. Мне больше всего нравится, как виола открывается. Очень удобно. Но Хохланд, не помню, как президент открывается. По-моему, президент неудачно как-то они сделали. Вот Хохланд, у него, видите, посередине такая полоска. Я уже делал, в принципе, на творожный сыр обзор. То есть на обычный. Сливочный он, по-моему, назывался. В принципе, обычный Хохланд с грибами мне не нравится. Президент более-менее. Виола с грибами очень вкусный. А он есть с белыми грибами, есть с лисичками. Вот с белыми грибами виола просто объедение. Давайте попробуем вот этот творожный. Посмотрим, какой он будет на вкус. Видите, он такой беленький, и там черные точки. Вот эти черные точки, это типа грибы. И тут состав я уже не прочитаю, потому что состав они пишут на вот этой штуке, которую ты отрываешь. То есть я ее оторвал, и, видите, я уже не смогу прочитать какой-то вот состав. Ладно, пофига. Главное, какой вкус. И это мы сейчас узнаем. В принципе, по первому впечатлению, я могу что сказать. Чувствуется творожный вкус. Вот когда я делал на другой сыр Хохланд, вот этот творожный, сливочный обзор, я сразу сказал то, что очень хороший творожный вкус, как будто и творог ешь, вот. Очень хороший, нежный, сладкий вкус. Вот тут то же самое. Тут чувствуется этот вкус. Вот. В принципе... Грибной вкус у него тоже есть, но грибной вкус, он как-то мне не очень нравится на самом деле. Грибной вкус есть, то есть чувствуется вот этот, да, характерный грибной вкус, но он какой-то достаточно такой какой-то странноватый. Что-то в нем, какие-то странные нотки какие-то есть, которые мне не очень нравятся. Давайте еще попробуем. Я бы, знаете, из 10 баллов я поставил бы 4. Очень, да, настолько мало, потому что вот этот грибной вкус, он, чем больше ты сырок ешь, тем больше он тебе как бы чувствуется, да, потому что ты больше и больше ешь, все больше и больше аромата. Вот этого грибного. Он все-таки, вот я уже, видите, я уже половину сыра съел. И вот этот грибной вкус, он не очень приятный. И вот эта вот, так скажем, не очень приятность, да, ну так, оборот такой сделаем. Вот. Вот эта вот не очень приятность во вкусе, она все больше и больше чувствуется, и из-за этого он меньше и меньше нравится. То есть как бы, я так, ну, проще говоря, так сказать, грибной вкус, он отдает... Тут какими-то нотками, как будто это все искусственные ароматизаторы, что тут, в принципе, кстати, сто пудов и есть, вот. Хотя я состав не читал, но я и так уже, да, как бы знаю. Несложно догадаться. Вот. Что тут все ароматизаторы. То есть чувствуется вот эта вот неестественность. Я уже, я редко, когда делаю я обзоры на какие-то продукты пищевые, и я говорю такое, но это один из тех случаев, то, что чувствуется явно неестественность вкуса. То, что тут ароматизаторы, усилители вкуса наверняка, всякие другие вот непонятные, неприятные, неестественные и неполезные вещества. А вот тут чувствуется вот эта искусственность. Видите, я его даже держу, я его даже больше кусаю, я его больше не ем, потому что вот без хлеба его есть невозможно. Обязательно нужно заедать хлебом. Вот другой сыр, Хохланд, с грибами, то есть творожный, сливочный, его можно без хлеба есть, он очень вкусный. Посмотрите, если кто не видел то видео, какую я там оценку поставил, он очень вкусный, хорошо его есть, очень приятно. Виола с грибами тоже очень хороший, приятный вкус, можно есть его без хлеба спокойно. Но вот этот я без хлеба есть не хочу, потому что вот эта неестественность, вот этот вот грибной вкус, вот этот достаточно, ну, такой противненький такой, я бы не сказал, что он противненький, но такой, какой-то такой не очень приятный. Вот, очень сильно чувствуется, и поэтому его обязательно хочется заедать хлебом, вот. Но мне совершенно не понравилось, я из 10 баллов ставлю 4, вот, я на самом деле разочарован, потому что сыр, обычный творожный вот этот, сливочный, да, он намного вкуснее. Я думал, что раз уже с грибами, с грибами, понятно, да, должно быть вкусно, нет. Очень неестественный, я хочу взять сразу сейчас хлеб, с хлебом его продолжить есть, вот. Неестественность во вкусе, противность вот эта меня отталкивает, на самом деле, вот. Так что 4 из 10, вот, можно даже 3 поставить. Но все-таки я ставлю 4, потому что все-таки творожный вот этот, все-таки творожный привкус чувствуется достаточно хорошо, вот. Так бы поставил даже 3, вот. Ну вот такое вот у нас было видео, я разочаровался немного, я уж даже с ветчиной пробовать его не хочу. Я хочу опять обычный сливочный творожный купить, потому что он очень хороший, и им наслаждаться. А вот этот с грибами я даже уже, даже не хочу больше. Ну и сейчас я все равно сделаю себе хлеб, бутерброды с кофе, попью его, поем, вот. Так что всем вам приятного аппетита, если тоже будете что-то есть, вот. Лучше уж с грибами виола, с белыми грибами очень вкусный, или с лисичками. Президент более-менее тоже с грибами. Но вот данный сыр я никому не советую. До встречи в следующих видео, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok